всем привет девчонки сейчас я пойду в парикмахерскую и по стригу волосы короче муж мой против чтобы я стриглась но я вам доверяю немного больше вашему мнению потому что вот я считаю что вот это все длинное по бокам и нужно это все состричь потому что вот так вот все висит и надо за уши все время заправлять мне это не нравится вот здесь у меня все время сзади какой-то как вот flat spot все время так приминается вот это все я состригу сзади получается так что у меня наверху волосы не такие густые как они у меня вокруг этой части и получается лицо здесь тяжелое все время как будто у меня воротник мне это не нравится мне это раздражает длинные волосы мне кажется вот для моего лица он не идет скажите свое мнение после того как я подстригусь нравится вам лучше или вам лучше нравится с короткой стрижкой есть долгое время носила длинные волосы у меня много есть фотографий дети мои нравится длинные волосы но мне когда я подстриглась мне больше нравятся короткие волосы так что вы мне скажете что вы думаете потому что я вашему мнению доверяю вот салон которым я сделала свою стрижку называется салон багар такой хороший салон мне нравится но он не дешевый но он качественный и мастер у меня девочка такая кореянка кристо ее зовут была очень такая хорошая мне нравится она вот я подстриглась как вы думаете что вы думаете мне кажется лучше стало и парикмахерша мне такая классная девчонка я с ней тоже сфотографировалась вам покажу фотографию сейчас я покажу как вокруг здесь этого салона может я воспользуюсь вот этой идеей как здесь они оформили вход я может сделаю что-то подобное рядом со своим домом помните я говорила мы пойдем магазин я буду выбирать какие-то цветы для кадушек рядом с входом в мой дом девчонки я вернулась от парикмахера скажите и оцените вот здесь она много срезала то что я хотела она не трогала сказала длина челки мне подходит то что сделала она она вот это внизу как бы длинные волосы оставила сверху она у меня сняла вот здесь и здесь если у нас есть кто парикмахеры талантливые дайте свой ценный совет профессиональный потому что не так просто и вообще видео будет посвящено тому вот чарли вам привет передает наталья из израиля она все время чарли передает вот чарли пришел вам наталья привет передать сейчас убежал слушайте видео такое будет я думаю что делает нас моложе выглядеть я не эксперт но я хочу с вами посоветоваться на эту тему потому что вы задаете такие вопросы как вы молоды выглядеть все такое но я хочу разобраться что делает людей моложе что помогает людям выглядеть моложе и я приведу несколько примеров то что думаю я что помогает людям выглядеть моложе и вы дадите свое мнение согласны вы или не согласны и мы все это обсудим потому что вы мои подружки и потому что это интересно читать разные мнения вы не должны быть обязательно согласны со мной но я скажу то что я думаю а вы мне скажете что вы думаете так будет интересная у нас такая тема для разговора что помогает нам всем выглядит моложе прежде чем я приступлю к обработке этого видео то что думаю я то что помогает людям выглядеть моложе это то что у них внутри какой у них outlook на жизнь какой у них взгляд на жизнь если они допустим мой муж он меня старше на 23 года но он очень такой жизнерадостный человек хотя у него есть свои минусы потому что он итальянец итальянцы очень вспыльчивые это его минус вспыльчивый но его желание к жизни и желание все время что-то делать не сидеть не расслабляться все время двигаться в каком-то направлении это помогает ему сохранять бодрость молодость и очень радостность и выглядеть моложе и не окажется иногда не имеет значения что у людей развиваются морщинки там или все такое но если у них есть вот такой внутренний мотиватор то они остаются молодыми и это видно понимаете люди которые много путешествуют люди которые даже не обязательно нужно путешествовать тратить много денег и ездить какие-то дорогостоящие поездки но можно ходить походы и это тоже форма путешествия активная форма путешествия здоровая форма путешествия у меня есть троюродная сестра елена она живет сейчас она помню переехала в новосибирск жила на вуз каменногорске она все время ходит походы каждые выходные лена меня старше на 10 лет но я не думаю что я смогу за ней угнаться в ее походах потому что она идет со своим мужем с рюкзаком и так далее вот они идут в походы на целые выходные они там ночуют и так далее вот то что делает елена и это помогает ей выглядит хорошо я сделаю фотографии вы увидите как она прекрасно выглядит и физическая форма у нее отличная не говоря уже о том насколько она вот адекватный человек веселый человек и интересный человек так что сейчас будете смотреть на разные фотографии и мы будем с вами обсуждать эту тему и вы мне напишите свое мнение ну все пока счастливой девчонки вы сейчас посмотрите на фотографии все фотографии это лена моя сестра троюродная сделала сама вот они из ее путешествий все путешествия бюджетные и они путешествуют именно с рюкзаками и это все восточный казахстан и сибирь я хочу сказать что смысл в том чтобы путешествовать не обязательно иметь очень много денег ехать в какую-то дорогие гостиницы лена очень интересный человек вообще по образованию она учительница музыки она закончила консерваторию по фортепиано очень талантливая на меня старше и больше чем на 10 лет и вот когда посмотришь на этих людей и и ровесников никогда не скажешь что вот им за 60 лет около 65 я так думаю и насколько они рады жизни никто не скажет что они вот старые я помню мне было где-то лет 11 и лена взяла нас всех в такой первый поход бухтарминское водохранилище когда мы к ним приезжали гости и было очень очень интересно и до сих пор это все помню я с ней говорила по телефону недавно она говорит приезжайте вместе сходим в поход ну я бы с удовольствием но я не уверена что муж мой который сбал избалован цивилизации и всеми прелестями цивилизации выдержит вот такой поход по сибири ну и дальше я вам покажу еще несколько фотографий все мои одноклассники так что все моего возраста много старшие есть люди и я считаю то что они все выглядят прекрасно неважно у кого какие морщинки разбились но посмотрите все выглядят прекрасно и все радуются жизни и также есть фотографии вот это моя тетя она вообще меня лет на 12 уж старше это моя одноклассница стояла на германии живут посмотрите все прекрасно выглядят я считаю так что если человек радуется жизни и занимается чем-то интересным то они выглядят моложе и все это отражается именно в их взгляде недавно одна из моих подписчиц прислала мне такую интересную статью с которой я полностью согласна смысл статьи в том что ваш психологический возраст именно определяет то как вы выглядите оставаться молодыми душой и телом в зрелом возрасте в первую очередь нам помогает наша психика и внутренние установки которые мы себе дадим и наше отношение к жизни нужно жить настоящим и строить планы на будущее изучать новые языки путешествовать в новые места и радоваться каждому дню я пересмотрела несколько видео от разных блогеров чтобы понять как люди для себя представляют молодость и что они думают по этому поводу во первых я считаю что молодость передается через улыбку и через взгляд но эти фотографии все конечно таких успешных людей у которых есть деньги вы скажете да конечно у них есть причина улыбаться но до этого мы смотрели фотографии обычных людей которые мои друзья и они все выглядели прекрасно и потом не нужно забывать что фотографии вот этих людей которые актеры они на камеру сделаны и они многие из них использовали фоторобот и так далее что они это самое лучшее как они могут выглядеть совсем не значит что они каждый день так выглядит но то что объединяет все эти фотографии это то что люди улыбаются они не не угрюмые и они радуются жизни понимаете так что одна улыбка может омолодить лицо я считаю что лет на 10-15 сразу же ну и далее для сравнения неподвижное угрюмо лицо старит это то что видим это каждый день мы можем видеть что люди которые выглядят печально они выглядят старше это интересная фотография думаю почему бы не вставить помните наши служебный роман такая иллюстрация наглядную дальше мое мнение насчет косметики то что выглядит прекрасно на молодых девушках но я считаю даже через черно вот этих девушках то на женщинах когда они взрослеют когда они наносят слишком много косметики выглядит нелепо и их на самом деле старит так что не обязательно накладывать на себя килограммы косметики и переживать по поводу того что у вас брови не такие черные как они были раньше потому что мне кажется лучше быть в нейтральных тонах вот как допустим эта женщина и не гнаться за такой интенсивной косметикой самая минимальная косметика в моем представлении освежает и делает женщину моложе даже если там появилась пару новых морщинок причёски с начёсом я считаю что старят неимоверно вот когда начёс по всей голове и голова как шлем волосы то это старит очень сильно и вот когда волосок волоску и вы переживаете допустим даже эти молодые девушки мне кажется выглядят намного старше примеры старомодных причесок вы решаете у вас могут быть другие мнения но я считаю что это не сейчас это не актуально вот так вот причесываться далее мое мнение насчет длинных волос то что они очень красивые вот именно на юных лицах некоторые пожилые женщины они имеют очень хорошие длинные волосы им это идет и я думаю почему бы и нет но когда длинные волосы на пожилых женщинах не ухоженные мне кажется это добавляет им возраста это такое мое мнение у вас может быть другое мнение я считаю что хорошо подобранная стрижка наоборот сделает лицо более моложавым пожалуйста напишите свои впечатления что вы думаете по этому поводу и также я думаю что важно чтобы не было лишнего веса по возможности и вы занимались спортом на регулярной основе и вот следующая фотография справа а скажите девчонки кто это моника белучи или кто это справа такая красавица то вообще то что я хочу сказать что наши женщины самые красивые во всем мире все первые красавицы особенно мои подписчицы все красавицы все ваших руках и вы все можете надеюсь вам было интересно благодарю вас за просмотр такое веселое видео у нас сегодня получилось пишите в комментариях будем обсуждать эту тему